Привет, дети. Вообще они в основном по-русски говорят. Хотя свой язык тоже знают. Но многих детей учат сразу русскому. То есть разговаривают сразу по-русски. Они, слушай, они не ужесточают эти вот отношения с русскими постепенно. Они не отдаляются от русского языка? Они сейчас изменили все названия улиц. То есть они меняют их на казахский. Это вот только происходит буквально сейчас. И многие даже казахи не знают, как ехать, потому что они не знают новых названий улиц. То есть они, да, делают такое. Ограждают немножко, они все-таки пытаются свою культуру развивать. Сегодня обещали 29 градусов. Ого. Ну фиг знает. Ну сейчас припекает. О. Вон ее как много. Раз. И вот здесь тоже. Вот. И вот она растет. Во. Видите, какие елки. Выходишь из дома, и вот она. Везде. А я тут с утра ходил в магазинчик. Тут горе, блин, офигенно. Вон они. Горе. Вон там. Видите? Можно летать. Если бы я тут жил с парапланом, я бы летал только, наверное, периодически. Видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Красиво очень Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Прекрасный город Прекрасный город Прекрасные люди Я стою здесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завтра поедем в горы Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этом questioning Субтитры создавал DimaTorzok el Симфер c приб forge the 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 as они все хорошие. Килограмм где-то 100 грамм. Я не люблю сладкие. Кило-100 где-то. Вот он вот здесь что показывает. С той стороны. Обычные дворики простенькие такие чистые и аккуратно все. Симпатично. Редактор субтитров А.Семкин Бояришник. Он очень вкусный. Вот я одну нашел. Вообще Сюр, сидим в парке. И жрем Бояришник. Вот они в такой офигенной скорлупке. Это у нас трехлепестковая можно так сказать. И она очень легко ломается. Она мягкая сама по себе. Каштан как в домике. Колючая. Вот такие каштанчики. Давайте метать каштаны. Кто дальше кинет. Вот вдоль дорожки кидает вас. А, все, сошел за станцией. Вот такие вот мы дураки. Кидались каштанами. Стой. Вас из даст. Вас из даст. Бобы какие-то походу. Мне нравится очень этот парк. Он снаружи вроде как выглядит очень помпезным что ли. Ну то есть ты думаешь сейчас зайдешь, а там все прям вот как в английском саду такое все рафинированное. Вот. А на деле оказывается, что тут много такого пространства свободного и просто очень как-то гармонично выращены деревья. Другой вид боярышника. Он тоже более-менее ничем, но много его не съешь. Он такой все-таки... Не, он неважный. Он больше с кисленькой. Не, не такой сладкий как тот. У меня рис еще красный, знаете? Ураган. Начинает. Это как бы и дождик или ладно? Да вроде ничего не предрещает. Но ветер есть. Можешь рыдать лучше. Что-то видно. Соответственно, что я на нее просто выбираю. Я тут такую полицейскую погоню наблюдал, это просто. Грузак едет, всех вот так подрезает, за ним полиция. Кричат, сейчас откроем огонь, представляете, такого я в России никогда не видел. Любопытно то, что здесь, в Алма-Ате, каждый готов за деньги подвозить. Просто каждый. То есть очень мало машин, которые не соглашаются, ну, не останавливаются для того, чтобы тебя подвезти, там, если ты голосуешь. Но бесплатно, конечно, никто не возит. Едем, ездим, ездим, далекие. Че, оставчик, малинка? Птички налетают. Вкусненький, кисленький. Нравится. Я не знал, что барбарист такой толстый. А это шитаки, да, у вас 500? Сейчас я вам дам. На 500? На 500 тенге. Не, 500 это... Не, нам на 300. На 300. Нет. Вот это 350 тенге. Это 300, это 500. Цены разные. На 300 сделать? Или на 500? На 300. Да, на 300. О, Урал. Кафе Орау. Посмотрим, что здесь? Это что? Из чего? Мясо? Да, мясо. Лавное жарко. А, давайте. Острый не острый. Не острый. Лавное. Лавное. Лавное, тоже не острый. Ну вот такое да, маленькое. Маленькую, пол литра. Ты чувствуешь близости? Да. Я чувствую, что те сложности, которые мы испытываем здесь при заказе еды, это вообще семечки. Да, конечно, какие сложности, никакие просто капризы. Я просто хочу волейшего разнообразия. Мне говорят лагман, лагман. Я вообще не понимаю, что такое лагман. Лагман – это вообще северокавказская еда. Вот, и мы были в Дагестане, и там вот соус, лагман и шурпа. В Дагестане. Соус, лагман и шурпа. В любом конце, да, можешь выбрать это. Соус – это суп с мясом. Лагман – это суп с мясом и с лапшой. Шурпа – это суп с мясом. Слушайте, а такой, получается, участник с Москвы до сюда? Каких ехали по пункту? Сколько раз? Шурпа – это суп с мясом. Машин? Больше. Машин здесь в городах. Это не много, потому что… Это не много, потому что обычно машины едут между городами, Мы же едем втроём, нас фура не может не садить, неуместные. Нужно просто легковушки садить. А легковушки, они обычно между двумя городами едут. Человек по делам едет в Новгород и в другой город. Поэтому между каждым городом приходится на шумы ездить. У нас ни разу такого не было, чтобы отговорить на играх. Нет, мы не говорим, что нет денег, я просто так. Я машину на стопках, говорю, здравствуйте, подкиньте дачу подрасли. Говорят, да, всё, поехали. Какие деньги? Вы тогда себе займёте. Если я чувствую, что человек рассчитывает на то, чтобы выплатить, я сразу согласен. Мы купили эти корейские салаты. Целый килограмм. Всего лишь за 140 рублей. Лагман здесь стоит 650, то есть это чуть больше 100 рублей. 120-125 рублей. Вот лагман. Здоровенная тарелка лапши домашней с овощами. А можно с бульоном? А можно один с бульоном? А можно один с бульоном? Это другой, да? Спасибо. Сказали, кушай, мальчик, не выпендривайся. М-м-м-м. М-м-м. 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 С этим столиком сидят китайцы, и они смотрят на нас. Как назывался город, где вы на Бали? На Бали и Новый год отмечали. О-о-о. Как он там? Ну, короче, мы там заказывали какую-то еду. Это такая отвратительная. Ну, ни разу не в Азии. Мусульманская. Да, мусульманская. Короче, мусульманская кухня. Мусульманская кухня. Например, в Таиланде там, что 25 рублей за порцию еды, это была бы жесть. Но здесь, по сравнению с Москвой, например, это вообще дешево. Огромная залилка лапши с мясом, с капустой. Но это всего лишь там кредита. Здесь еще лучше еды. 125 рублей на ваши деньги. Если бы мы нас попросили остро сделать. Ну, мы с Таиланей больше всего любим на рынках есть. Везде, где кто-нибудь. Потому что на рынках выдают самому что ни на есть местную жрачку. Потому что на рынках работают обычные люди, рабочие, торговцы, которые приходят просто покушать в обеду. Это макадонина никогда не кончится. Я съел два. Я смог. Куда же тебя вошло? Не знаю. Здесь минать нельзя. Это мы взяли парковку. Вот здесь вкусно. Мы очень любим мед. Очень любим, да. Такой? Это немножко размыкает. Ммм. Прикиньте, вот эта бабуля, она нам просто так меду дала. Она причем дала нам больше, чем мы купили. Мы купили в два раза меньше баночку, она нам дала такую большую. Да, просто так дала. Сказала, вот я вас угощу, берите. И все. Я считаю, что это очень круто, что мы побывали на Алма-Атинском зеленом рынке. Ведь мы часто делаем обзоры рынков. Потому что мы любим поесть, покушать. Обжоры. Да, обжоры делаем. Но этот рынок, вы знаете, он какой-то очень... Он отличается от российских рынков, от других азиатских рынков. Ну да, интересно, конечно, что у них остановки вообще здесь никак не обозначены. То есть вообще нету... Ну, иногда бывает знак типа остановка и все. Вот, смотрите, тут прямо биржа целая уезжающих и тех, кто готов подвезти. То есть чередой просто машины останавливают. Хотя тут где-то автобус останавливается, но вообще непонятно. Совершенно не ясно, где тут может автобус быть. Потому что... Одиннадцатый? А нам в Думан. Прямо и направо? Спасибо. Сейчас попробуем. Посмотрим. Я просто больше, я вам честно скажу, я больше люблю на автобусах ездить. Даже не в том дело, что там деньги. А в том, что... Ну, просто это как-то более по-научному, что ли. Потому что... На машине легко очень ездиться. Просто сказал водителю адрес, и он тебя везет, и все, ты ему заплатил, и все. А автобус идет по маршруту. И тебе, чтобы попасть в точку нужную, нужно ориентироваться в городе. По карте ориентироваться. Понимать, куда едет автобус. Так ты лучше узнаешь город. Ну и обычные люди, опять же, на автобусе едут. Это как-то по-честному. На автобусе ехать. Но на машине комфортнее и быстрее. Есть, есть, 17-й. Так, ну, скорее всего, тут все-то как в Бангкоке движуха, походу. Вот, все вот эти вот автобусы отъезжают в большом количестве. Что-то толкают. Какие-то кассовые аппараты, что-то такое. Вот, сигареты поштучно. О, автобусы сдают задом. Класс! Давай, давай, давай! Вечерком движуха, час пик, да? Погуляли мы по Алма-Ате. Сложилось у нас какое-то впечатление. Примерное, отдаленное. Спасибо Арсению, что нас поселил у себя. Дал нам возможность погулять здесь. Вот, погуляли. Интересный город, красивый. Завтра мы с нашим подписчиком в Италии едем в горе. А сегодня мы будем есть арбуз и монтировать видосы. Аллах. ВОПК в Кипячези. ОПК осв��. Мультативский сверхъезн. ОПК. Слышosi, вкусно. ОПК. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, до дома добрались Мечеть Есть мечеть